Привет всем фантастическим пантерам с дивными сияющими глазами! А почему глаза сияющие? А потому что сегодня мы с вами будем открывать такой долгожданный адвент календарь от Look Fantastic. Что интересно, сегодня у фантастических сияющих пантер не только дивные глаза, но и зубы все в красной помаде. Но так будет не весь ролик, только на монтаже заметила, но, знаете, календарь уже открыт, ничего изменить нельзя. Но в конце концов можно думать, что это новый тренд такой, по крайней мере, у фантастических пантер, когда зубки все в помаде. Хотя приятнее, конечно, когда, знаете, они в малине что-нибудь вкусного, когда поели, так намного красивее. Look Fantastic каждый год это один из знаковых календарей. Вот знаете, мы с вами что должны каждый год открыть? Cold Beauty, понятное дело, Look Fantastic. И что еще? Ну, на самом деле есть у нас там списочек такой особый, что мы каждый год открываем. В общем, Look Fantastic традиционно такой один из обязательных адвентов. И, кстати говоря, знаете, что еще обязательно, обязательно нужно быть подписанным на мой телеграм-канал. Ссылку на который вы найдете в инфобоксе под этим видео, потому что там у нас и новости, и полезная информация, и конкурсы, и всякие промо-коды. И самое главное, там живое, интересное и очень дружелюбное общение. Поэтому ничего не ждите прямо сейчас, подписывайтесь, а ссылка будет в инфобоксе под этим видео. Итак, в этом году посмотрите, посмотрите, какой у нас красивый календарь от Look Fantastic. Ехал он долго, прям сильно долго. Look Fantastic, как всегда, вы знаете, самая большая проблема Look Fantastic, это то, что они пишут изначально. У нас предзаказ, вот сегодня открываем, через месяц будем рассылать. Месяц проходит, ничего не высылают, все пишут письма, что, ой, ну вот уже вот завтра, уже завтра точно пошлем. И так проходит еще недели три. Ну и потом, наконец-то, наконец-то он доезжает до Посредника, от Посредника уже едет долго-долго в Москву. И за время этих путешествий мой адвент-календарь потерял свой бант. На самом деле, в оригинальной версии, ну как бы изначально. Здесь еще должен быть хороший такой красивый бантик, но, честно говоря, его я оторвала сама, когда подумала, что это просто ручка, и вот так за него подняла. Ну, в общем, без бантика мы остались. Но это никак не вредит самому адвенту. Изначально цена этого адвента была 115 евро или 11145 рублей. Причем можно было найти промокод на скидку, там можно было, по-моему, за 95, наверное, евро купить этот адвент на сайте, прямо еще по предзаказу. То есть, ну, в этом плане Look Fantastic нормально. Щедро себя вели. В общем, 115 евро мы исходим из базовой цены, и давайте скорее его открывать. Здесь какая-то интересная система, то есть он двусторонний. Вот первая сторона, а вторая сторона, соответственно, здесь. И, судя по всему, нам придется еще его покрутить туда-сюда, посмотреть, где там нужные нам номера. А где они? Где вообще первый номер? Так, здесь все не так, все неправильно. А здесь? Где первый номер-то? Где он? Нашла! Наконец-то! Просто сто лет разглядывала, где здесь первый номер. Но, на самом деле, согласитесь, здесь какая-то немножко странное цветовое сочетание, что нужно прям приглядеться, чтобы что-то рассмотреть, какие-то номера. Итак, открываем номер один. Как всегда у Look Fantastic внутри лежит бумажечка. Помните, раньше они еще заворачивали в эти бумажки, как фантики, как вот конфетки в фантике. Это содержимое. Но в этом году, что-то мы без этого обходимся. Итак, первая наша находка, это бренд Элемис, традиционный, конечно, для британских адвент-календарей. Конкретно мы нашли проколагеновую эссенцию для увлажнения кожи. Это, ну, эта эссенция, это типа тонера. На самом деле, она такая достаточно густая, приятная вещь, но использовать можно вот как тонер, либо тоник такой достаточно насыщенный. Здесь, конечно, маленький объем, 28 миллилитров. Немножко так, знаете, у меня сразу уже возникают кое-какие ощущения нехорошие, потому что, ну, что-то как-то первый номер у нас начинается не самым радостным образом. Конечно, Элемис отличный бренд, но просто это... Можно было бы что-то и понарядней положить. Второй номер. Открываем и что-то уже более увесистое. Так, большая, большая баночка. И, конечно же, еще один из традиционных брендов, но это уже конкретно эсс, Эспо, это вообще-то бренд большой компании The Hat Group, которая владеет сейчас и Look Fantastic, и владеет, между прочим, Cold Beauty. Это тоже сейчас их сайт и их бренд. Ну и вообще много там брендов. В общем, Эспо, это тоже их бренд. То есть бренд собственный. И в этот раз мы с вами нашли Positivity. Гель для ванной и для душа. Давайте понюхаем, чем пахнет вообще позитив. Помните, кстати, кто рос в конце 90-х, в начале 2000-х, те помнят, что было очень модно быть позитивным. И все время еще писали, как тогда, опять же, было модно позитив. Вот это прям вообще был пик просто какого-то тренда. Но не так пахли, не так позитив в конце 90-х, в начале 2000-х. Здесь у Эспо он пахнет скорее лавандой и, наверное, что-то такое цитрусовое. Есть немножко что-то вроде базилика. 100 мл в этом геле для душа. Я думаю, что это не полноразмерная версия, но, скорее всего, это какой-то тревел-формат. Так, дальше, третий номер. Я надеюсь, что он с этой стороны. Да, все нормально с этой стороны. А то крутить как-то во все стороны было бы, конечно, не очень. И в третьем номере мы находим Доктор Пау Пау. В этот раз у нас масло. Масло для губ. Мультиюс масло, то есть универсальное, которое можно куда угодно наносить. Причем написано, что здесь в составе натуральная папайя и также коллаген. Довольно странно. То есть теперь они выпускают в таком формате свои вот эти вот гели для губ, масло свое для губ. Ну ладно, хорошо. Вроде то же самое, что и раньше. Помните, раньше все эти средства выпускались в достаточно больших флакончиках. То есть это как бы на самом деле универсальный бальзам, который вы можете наносить вообще на абсолютно любые сухие участки на теле, на коже. В основном, конечно, это хорошо работает с губами, с кутикулой. Как раз у меня сейчас какие-то руки прям сильно сухие. И также с локтями там, ну со всякими вот такими местами. Ну что ж, хорошо. Новый формат. Мы, по крайней мере, узнали, что теперь это все выпускается в новом формате. И как раз у нас пальцы липкие и клейкие. И к тому же еще и жирненькие. Так что самое время найти четвертый номер. А для четвертого номера пришлось-то этот календарик покрутить. И вот он, четвертый. Открываем. И здесь нас ждет Нарс. Маленький, маленький Нарс. Неужели это снова оргазм? Да. В одном из календарей совсем недавно мы с вами уже находили эту малышку. То есть, видимо, бренд Нарс как-то щедро отсыпал всем своих пробников для адвентов. Ну и давайте еще раз посмотрим, как это выглядит. То есть, крошечная-крошечная версия румян в самом их знаменитом оттенке. Ну что ж, это симпатично, здорово. Можно с собой положить в сумку или возить с собой в путешествие. Так, теперь нам нужен номер пятый. Открываем его. Ну, наверное, пока что вот Нарс это было самое занятное. То, что мы нашли. Так, в пятом номере. Что это такое? Сыворотка от бренда Disciple. Наверное, это читается правильно. Shadow Walk. Конкретно, это сыворотка с кислотами. Так как она называется Shadow Walk, наверное, смысл в том, что вы должны ее ночью применять. Скорее всего, ну, если кислотная сыворотка. А для чего она вообще нужна? А, да, она ночная. Нужно ее применять на ночь, чтобы отшелушивать кожу, осветлять всякие пятнышки пигментные. И также, чтобы предупредить возникновение прыщей. Сделано, кстати, представьте, в Китае эта сыворотка. Надо же, но бренд зарегистрирован в Лондоне. То есть, британский бренд, а вот делается в Китае. Понятно, интересно. 30 миллилитров этой сыворотки. Дальше у нас номер шестой. Классика адвент календарей. Бразильский крем для крепкой попы. Мы с ним хорошо знакомы. Что-то, да, зря намазали руки этим жиром. Теперь невозможно открыть вот такие банки. Ну, ладно, сто раз с вами открывали, сто раз пробовали. Это крем, предназначенный для того, чтобы наносить его на тело. Крем подтягивающий. Крем немножечко такой с сияющими частичками. И из-за того, что он именно такой, он визуально выравнивает кожу. Поэтому рекомендуется его наносить на попу, когда вы выходите на пляж. Чтобы, знаете, своей попой вот так вот всех просто поражать. Так, дальше у нас седьмой номер. Большой, просто огромное. Здесь отделение, что уже будет внутри. В седьмом номере. Мочалка, что ли? Если это мочалка. Нет, не мочалка. Я уж хотела сказать, что я расстроюсь. Лук фантастик. Так, кошелечек. А внутри? А внутри? А внутри кисти. Я-то уже, знаете, думаю, ну может быть, вот в кошелечках обычно всякое интересное лежит. А здесь всего лишь кисточки. Но кисточки это тоже неплохо. Тем более, что они достаточно симпатичные. Четыре кисти в этом кошелечке было. Что за кисточки? Одна для лица. Явно для пудры, там для румян, для хайлайтера. И, ну вот эти вот. Вот это, наверное, похоже на что-то такое для хайлайтера и может быть для теней. Эти уже явно для глаз. Ну хорошо, вообще полезные, симпатичные. Маленькие кисти. Такой вот тревел наборчик из кистей. Фирменный от Look Fantastic. Очень даже и неплохой номер. Так, номер восьмой. Где же, где же наш восьмой номер? А вот он, наверное, с этой стороны. Так, вот. Да, нашла восьмой номер. Открываем. И какая-то опять маленькая-маленькая штучка внутри. Айка. Да что ж такое? Вот некоторые вещи с годами просто не меняются. И одна из этих вещей это наполнение Look Fantastic, судя по всему. Потому что здесь у нас традиционный лайнер Black Magic от британского бренда Айка. Айка, кстати, мне нравится этот бренд. Каждый год вам про него рассказываю. Когда-то его лицом была Alexa Chang. Но вообще этот бренд, он производит туши для ресниц, подводки. Поэтому он и называется Айка. То есть они делают все для глаз. Но я удивлена, что в этот раз у нас маленький лайнер. То есть обычно, обычно он хотя бы был полноразмерный. А здесь у нас три миллилитра. Кстати говоря, это тоже их собственный бренд. То есть компания The Hut. Ну понятно, как бы половина Адвинта это собственные бренды The Hut Group. Это был номер восьмой. И теперь нам нужен номер девятый. Опять крутим. Опять будем вертеть. И вот девятый номер с этой стороны. Снова собственный бренд. Кстати говоря. Medic Aid. Мне очень нравится бренд Medic Aid. Это действительно классный бренд. Здесь у нас, во-первых, очищающее средство для лица. Причем с кислотами. И также мангостином. Надо же. Интересно. 40 миллилитров. Ну то есть это какой-то тревел формат явно. А это у нас... Это вообще... Это замечательная сыворотка. Это сыворотка жидкий витамин С. Она так у них и называется. Просто обалденная. Она отлично выравнивает кожу. Она и пигментные пятнышки убирает. И плюс она ее как-то, знаете, ретекстурирует. Можно так сказать. То есть вот это одна из моих самых любимых сывороток. Я очень рада, что она появилась в этом адвенте. Потому что, ну вот это одна из редких вещей, по которым я скучала вот на таких сайтах британских, которые раньше доставляли в Россию. Ну в общем хорошо. Здорово. Все. Отличную сыворотку нашли. Но, кстати, это же не полноформатная версия. Нет, не полноформатная. Обычно эта сыворотка, по-моему, она, ну, 30 миллилитров как стандартная. Здесь все-таки 8 миллилитров. Ладно. И тому рада на самом деле. Потому что вещь действительно хорошая. Так. Номер. Это был девятый, да? Это был девятый. Теперь нам нужен номер десятый. Ничего себе. Вот это да. Просто огроменный номер. Потому что внутри, внутри хорошая вещичка на самом деле. Это серия с грибами. Она так и называется. Mega Mushroom. Серия от бренда Origins. И это конкретно тонер. А для чего она нужна? Кстати говоря, по-моему, она успокаивающая. Я уж что-то как-то забыла. Для чего? А да, она успокаивающая, смягчающая. Эта серия. Мне она в свое время очень нравилась. И вот этот вот тонер действительно отличный. Ну что ж. Кстати говоря, я помню, что когда эта серия только появилась, ее Origins, ну так продвигали, так пиарили. И она чуть дороже, чем многие другие их серии. Потому что там, в общем, какие-то ферменты, грибов, вот это вот все, что считается очень полезным для кожи. Так. Одиннадцатый номер. Бренд Color Wow. Я, кстати, удивлена, что в этом году у нас не их знаменитая прыскалка для волос. Хотя ее, насколько я помню, мы находили в Эйсосе, вроде в Адвенте этого года. В этот раз у нас шампунь и также кондиционер под названием Color Security. То есть это кондиционер и шампунь для окрашенных волос. По 30 миллилитров. Ну что ж. Хорошо. Тоже можно с собой куда-нибудь, куда-нибудь взять и поехать. Так. Двенадцатый. Двенадцатый номер. Супер просто крошечный. Так. Нашли. Нашли все. Больше ничего нет. Ничего нет. И в двенадцатом номере у нас Nude Stix. Гелевый карандаш плюс карандаш для щек. Ну то есть это типа как тинт такой универсальный. Здесь 2,5 грамма. И оттенок называется Posh. Мне кажется, что у нас такой уже был. Отличное, кстати, средство. Бренд Nude Stix. Классный бренд. Производит все в формате карандашей. Поэтому так и называется Stix Nude. Потому что много нюдовых оттенков. Но это такой чуть жирноватенький тинт для губ и щек. На щеках, конечно, не советую наносить тем, у кого есть высыпание на щеках. И у кого кожа вообще не слишком сухая на этих местах. Но для губ вообще работает отлично. Кстати, это выглядит как половинка их традиционного карандаша. Интересно вот по граммам. Как там вообще? Как там это правильно посчитать? Так, дальше тринадцатый номер. Большая баночка. Большая баночка. Это всегда приятно. И в этот раз у нас профессиональный очиститель для кистей. Внезапно. Называется Isoclean. Или Isoclean. Видимо, для вот этих кистей очиститель сколько здесь? Здесь 110 миллилитров. Ну, немножко такая неожиданная вещь. Но с другой стороны что-то новенькое. Раньше мы такого еще не находили. Приятно, знаете, что что-то все-таки меняется. Так, дальше у нас номер четырнадцатый. Ах, сколько ж можно крутить во все стороны его. Так, четырнадцатый номер. Большой на этот раз. Большой номер. И внутри у нас Grandelash MD. Сыворотка. Сыворотка для ресниц. Я, кстати, не помню. Мы каждый год с вами в адвентах находим периодически всякие сыворотки. Я не помню конкретно насчет этой сыворотки. Была ли она у нас. Так, так, так. Где это вообще сделано? Вроде американская, кстати, сыворотка. Сделана в Америке. Но мы с вами все время находим разные. Когда мы находим X-Lash. Когда мы находим еще там какие-то. Но мне кажется, что вот такую мы еще не находили. Инструкцию, наверное, лучше оставить. Написано, кстати, что это сыворотка. В ней в составе витамины, пептиды, аминокислоты. Чтобы ваши ресницы отросли за 4-6 недель. И у нее много призов. У этой сыворотки. Но я думаю, что она так же работает, как все остальные сыворотки. Они на самом деле все хорошо работают. И все действительно ресницы помогают отрастить. Но потом эти ресницы могут выпасть через некоторое время. Ну, потому что это естественный процесс роста ресниц. Что они должны, соответственно, обновляться. И даже если они у вас растут, 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 растут. Рано или поздно эти реснички выпадут. Чтобы дать дорогу молодым. Так, дальше у нас номер 15. 15, он с этой стороны. Где он, где он? Вот он здесь. Открываем и что-то просто супер тяжелое. Если супер тяжелое, обычно это свечи. Так, да. Это свеча и бренд Aire. Вроде это известный бренд британский. Здесь у нас какая-то, в общем, зимняя красота. В составе здесь, значит, гвоздика, корица, апельсин. И также еще орехи, в общем, какие-то ягоды, перец, всякие специи. Ну, давайте понюхаем. Причем это особенная свеча. Это коллаборация между брендом Look Fantastic, их собственным, и вот этими свечками. Так, хорошо, понюхаем. Пахнет обалденно. Пахнет, знаете, как что? О, как, как сангре пахнет. Вот как пахнет эта свеча. Ой, ну здорово вообще. Запах хороший очень. Именно зимний такой вот, да, и специи, и ягодки, и что-то такое вот все вместе. Апельсин. Аромат классный. Аромат действительно замечательный. Так, это был номер 15. Мы с вами уже потихоньку, потихоньку преодолели половину этого календаря. Ну, правда, еще в 12 номере. Все-таки здесь 25 отделений, можно сказать, в 13 уж точно преодолели. И теперь ищем 16 номер. Я думаю, что он с этой стороны, скорее всего, пока что мне больше всего, что понравилось. Мне больше всего понравилась сыворотка. Также тонер понравился. И, конечно, свеча. А в 16 номере что же нас ждет? В 16 патчи. Патчи от бренда Beauty Pro. По-моему, Beauty Pro это тоже их собственный бренд, насколько я помню. И вообще это бренд, производящий маски для лица. Причем там самые разные. Вот у них патчи тоже есть под глаза. В общем, здесь у нас, что это такое? Ретиноловые патчи под глаза. В составе ретинол, витамин С и алоэ. Ну, в общем, маска патчи. Причем здесь всего по одной паре, но зато 3 штучки. По крайней мере. Интересно, кстати, они продаются все-таки в каком формате? По несколько штук в упаковке или вот в формате одной пары патчей? Думаю, что все-таки несколько штук. Иначе это было бы немного странно. Это номер был 16, теперь 17. Такой большой номер. А внутри? А, понятно. Ну, это я думаю, я думаю, что это то, за что многие и хотели купить этот календарь. Это тушь под названием Макс Тек. Честно говоря, обзор на эту тушь мы с вами делали, когда, ну вот, когда она только вышла в 22 году, по-моему, в марте где-то она вышла. И эта тушь мне совершенно не понравилась. Она супер объемная. Здесь как раз тема, что у них есть две разные щеточки в этой туши. Есть щеточка, которая больше для коротких ресниц, а есть больше для длинных ресниц, но которым нужен объем. Я так понимаю, что они стали продвигать больше вот эту вторую кисточку для объемных ресниц. И в основном тушь именно с этой кистью сейчас выпускается. Ну, просто она наносит огромное количество туши на ресницы. Так, номер восемнадцатый. Восемнадцатый открываем. Как будто просто время остановилось. Посмотрите, что мы здесь нашли. Мы нашли спонж от бренда Real Techniques. Вообще просто так, ну, это какое-то чувство дежавю. Это неплохо, но просто этот спонж, это вот прям, когда я только начинала вести канал, Real Techniques были супер популярны. Помните, это время, когда еще кисти все покупали от Real Techniques. Причем, что интересно, до сих пор, до сих пор я пользуюсь своими кисточками из своих первых наборов. Я их купила, получается, какой-то был год. 2014 или, может быть, 2015. И вот до сих пор они со мной, ничего с ними не делается. Они супер качественные. Но немножко, может быть, вот здесь вот они так побились, потому что здесь напыление какое-то. Но в остальном просто ничего не лезет. Совершенно идеальные кисти. Но спонжики, к сожалению, у них достаточно быстро рвутся. Они классные, они супер мягкие, но это их проблема. Они рвутся немножко, так скажем, быстрее, чем спонжики от других брендов. Так, дальше номер 19. И вот он такой огромный просто номер. И здесь у нас снова классика, снова классика. Бренд под названием First Aid Beauty или FAB. И здесь мы нашли ультра крем для ультра починки. Ультра восстанавливающий крем. Ну, хорошо. Большой, большой формат, 56 грамм. Ну, из вариантов этого крема, это как бы меньший формат, который есть. Но, тем не менее, это как бы считается полноформатная версия. Это хороший крем. Он просто универсальный. Он подходит вообще для всего. Знаете, такой базовый, хороший универсальный крем. Так, хорошо. Теперь номер 20. Чуть не пропустила. А вот он, 20 номер. Ой, нет. Ой, нет. Я это не люблю, честно говоря. Я не очень люблю вот этот бренд. И я проверю, кстати говоря, когда мы будем считать вот это вот все наполнение этого адвента. Но я уверена, что они за счет этого бренда, конкретно вот этой штучки, просто сделали все наполнение этого календаря. Бренд под названием Avant. Вроде бы это тоже их собственный бренд. Но, по крайней мере, к ним он имеет какое-то отношение. Потому что они постоянно его кладут вообще и продвигают везде. Здесь конкретно это гиалуроновый, коллагеновый, аргининовый и гликолевый крем для кожи вокруг глаз. Молекулярный бустер. 10, кстати, миллилитров в этом креме. Что хочу сказать? Что, во-первых, это не такой же большой объем для крема вокруг глаз. А, во-вторых, что сколько раз, вот, наверное, последние года три, именно всю, так скажем, кассу адвент календарей от Look Fantastic делает этот бренд, потому что на него сумасшедшие просто цены. Там, типа, крем для рук у них, я помню, стоил чуть ли не 10 тысяч рублей. Вот в прошлом году вроде это было или год назад. Но, то есть, там какие-то цены вообще неадекватные. И кажется, что, ну, наверное, какое-то очень классное средство, потому что стоит просто безумных денег. А на деле оказывается, что первая у них обманка, что они для адвентов делают другую упаковку. То есть, если оригинальная упаковка у них в такой же громовке, это там стекло, но чтобы как-то, знаете, оправдать эту космическую цену, то для адвентов они всегда кладут вот такую вот легенькую упаковочку. Кстати, посмотрю насчет этого крема, тоже проверю. А во-вторых, это то, что эти средства ничего не делают. То есть, они абсолютно, вот просто купите любой, абсолютно любой крем, такой вот базовый, типа, First Aid Beauty, который стоит там, ну, не знаю, сколько он стоит. Фунтов, наверное, 5, вот такой, может, и даже 3 стоит. И вы получите ровно тот же эффект, потому что они абсолютно не кокущие. То есть, я вообще не знаю, в чем смысл этого бренда. Это прям, знаете, обманка какая-то такая серьезная. Ну, ладно, я тут вам рассказала, потом проверю. И скажу вам, сколько он отдельно стоил. Так, это был у нас номер 20. Теперь номер 21, а потом вернемся к 22 на эту сторону. 21 номер. В поисках 21 номера. Где же он? Вот он. Еще один британский бренд под названием C.A.T. Это бренд, он нам известен хорошо. Он у нас продается, кстати, в Литуаль до сих пор. Хороший бренд. У них много интересных средств для лица в сухом формате. А здесь у нас Дьюи Скин. Это праймер для лица с витамином С и придающий лицу сияние. Мне кажется, мы его тоже уже находили. Это, кстати, не полноформатная версия. Это прям совсем маленькая версия. Здесь 10 мл. По-моему, стандартный. Ну, вот он вот такой, наверное. То есть, он, наверное, миллилитров там 30, может быть, обычный праймер. Ну, ладно, пробник нашли. Теперь возвращаемся к 22 номеру. Открываем 22 номер. И что же в нем? Так. Это уже интереснее. Бренд Coco & Eve. Like a Virgin. Так. Мы это много раз с вами находили. Я, честно говоря, не помню своих впечатлений от этого бренда. Конкретно это супер питательная кокосовая маска с инжиром для волос. Это не полноформатная версия. Здесь 60 мл. Ну, то есть, это больше как такой travel, наверное, тоже формат. Хотя 60 мл это нормальный формат. Ну, по крайней мере, на длинные волосы вам хватит. Ну, на длинные, наверное, на один раз. И на густые. А такие, как у меня, раза на два, на три хватит вот такого флакончика. Ну, хорошо, хорошо. Приятно что-то такое достаточно объемное. 23 номер у нас снова на этой стороне. Открываем его. И где же он? Вот он, 23. Снова бренд Rituals. Ну, то есть, снова не потому, что он у нас был в этом календаре. А потому, что он почти во всех британских календарях у нас попадается. Ой, это мой любимый. Это моя любимая серия. Ритуал Цинь. Релаксирующий. Скраб для тела. Ну, любимая серия. Но продукт не самый любимый. Мне не очень нравятся и скрабы для тела вообще от бренда Rituals. Почему? Потому что это просто какая-то соль с сахаром. И там чуть-чуть-чуть-чуть совсем масло. То есть, это прям такая сухая очень текстура, которая скрабирует, честно говоря, не очень хорошо. Но зато запах, запах очаровательный. Лучше бы они, честно говоря, положили какой-нибудь крем для тела. Вот именно с этим же ароматом. Это было бы более радостно. Но само средство, ну, не знаю, может кому-то понравится. Так, 23 номер прошли. Все, у нас уже финиш почти. 24 остался и в конце 25. В 24 номере у нас маска от бренда Yves Lom. Это маска для чего? Для лица. Маска. Yves Lom тоже, кстати, их, насколько я помню, бренд собственный. Ну, в общем, тоже некоторые бренды, они какое-то странное там отношение имеют к этой заход групп. Но, по крайней мере, это те бренды, которые они активно продвигают. В общем, написано, что это маска для лица, для того, чтобы быстро успокоить лицо и его улажнить. Здесь 50 миллилитров. Ну, в принципе, хороший объем для маски. Может быть и полноразмерка. Хотя, ну, все-таки, наверное, вряд ли. А может и да. А может быть и нет. И последний, 25 номер. Причем, посмотрите, с 25 номером какая-то странная вообще здесь ситуация. То есть, он единственный, который можно с двух сторон достать. То есть, он сквозной. Достаем. Его не знаю, почему я с той стороны его достала, если можно было с этой достать. Достаем и смотрим, что же внутри. Во-первых, найди свою фантастику. И что же, что же... Ага, понятно. Понятно, в общем, если отсканировать код, то получишь их брошюрку со всякими рекомендациями, что на их же сайте можно купить. Это очень нам полезно, конечно. Но мы сначала посмотрим 25 номер. И в 25 номере... Да ладно. Бренд Iconic London. Хорошо нам знакомый. Мы тоже каждый раз находим во всех британских адвентах. И... Неужели это эта палетка? Неужели это она? Я не могу вспомнить. У меня такое впечатление, что эту палетку мы с вами уже несколько раз находили. В других вообще видах... В других видео про адвенты. Потому что вот эти палетки, они у них вообще все одинаковые. У них была палетка... Мне кажется, реально мы ее находили уже в каком-то году, в каком-то из адвентов. В общем, палетки у них на самом деле хорошие. У бренда Iconic London. Но они просто супер устаревшие. То есть, ну, она такая, знаете, вневременная, можно сказать. Потому что называется она Day to Slay. То есть, вы можете днем сделать себе более легкий макияж. Здесь вот все к этому располагает. Потом вечером добавить, например, с этого края более интенсивные оттенки. И получить уже вечерний макияж. Просто у меня такое вот стойкое ощущение, как будто она у нас уже была. Я помню, у нас точно была палетка 24 Carat. Тоже от этого бренда. Прям точно из какого-то из адвентов. По-моему, даже из Look Fantastic. Ну, в общем, они продолжают класть эти палетки. Не знаю, немножко, знаете, с одной стороны здорово. С другой стороны, ну, как бы бренд не на острие. Прямо скажем, сейчас находится. Но вот они продолжают. Как если бы, знаете, положили в адвент палетку какую-нибудь Naked 3. Вот что-то типа того. Ну, как бы палетка хорошая, но она просто очень старая. Вот примерно те же были бы ощущения. Ну, что ж, я все посчитала. Мы все с вами достали. И хочу вам сказать, что здесь, конечно, супер вообще интересная ситуация. Реально супер интересная случилась. Потому что обещали нам наполнение этого адвента на 625 евро. Это прям было написано на сайте Look Fantastic. Я это не выдумала. Изначально при предзаказе было такое обещание. 6625 евро. Это сейчас примерно по курсу 60564 рубля. Понятное дело, что сейчас уже начались скидки на многие продукты. В том числе на Look Fantastic. Если бы мы с вами чуть попозже в декабре считали, то там бы было уже совсем все драматично. Потому что, ну, разумеется, скидки после Черной Пятницы будут еще больше. Но все равно наполнение получилось на 548 евро. Это 53105 рублей. Ну, то есть, согласитесь, классное наполнение, классная выгода. Выгода составляет 41 960 рублей, между прочим. То есть, ну, прям вообще супер. Прям вообще действительно супер классно. Хотя, честно говоря, мне кажется, что в предыдущие годы у Look Fantastic какая-то была и побольше выгода. Поправьте меня, если это не так. По крайней мере, мне, знаете, надо пересмотреть мои собственные ролики, чтобы точно вспомнить, какая там у нас раньше была выгода. Так вот, в чем интерес этой ситуации? А вот в этом. Вот в этом. Как я вам и говорила. Знаете, сколько сейчас стоит это средство на сайте Look Fantastic? Правда, в совершенно другой упаковке. В стеклянной, в красивой упаковке. Стоит 113,95. 113 евро 95 евро центов. Ну, то есть, грубо говоря, это там типа 10 тысяч рублей. Примерно, да? Это, конечно, круто. Потому что здесь 10 миллилитров крема для кожи вокруг глаз. Который, я уверена, просто по прошлому своему опыту с этим брендом, а мы с вами реально много от него пробовали, он вообще ничего не делает. Он просто, ну, реально не кокущий этот бренд. Другая упаковка, такой же объем. И они, кстати говоря, я даже зашла на Look Fantastic, поискала их вот это перечисление, что будет в этом адвенте. И они прям-прямо заявляют, что это как бы фулл-сайз. Поэтому, соответственно, они это, видимо, считали в своей сумме обещаний. И мне пришлось это тоже считать как полноразмерную версию, как бы как вот прям по этой цене. Это, конечно, очень меня смущает, потому что, ну, опять в очередной раз у нас вот этот крем делает, считайте, третье вообще выгоды от этого календаря. Ну, такая вот прям хитрость со стороны Look Fantastic очень и очень странная. Что в итоге? Ну, кое-какие вещи здесь были действительно интересные. Я не могу сказать, что я прям очень довольна этим календарем. Мне кажется, что в этом году он стал довольно скучным, честно говоря. Могли бы и получше что-то изобрести. И такое впечатление, что они немножко так, знаете, но он же хорошо у них продается. Он, кстати, распродан на сайте Look Fantastic сейчас уже. Я думаю, что они немножко такие, ай, да ладно, и так сойдет, чего стараться-то и так все купят. Хотя при этом у, например, того же Cold Beauty, у которых традиционно более шикарные календари, и так было и до того, как они вошли в Хатгрупп, то есть в компанию Look Fantastic, и сейчас у них они продаются с каким-то большим скрипом, хотя там наполнение покруче. И, по-моему, а, ну потому что они дороже в два раза, понятно, почему они хуже продаются, но там реально поинтереснее бренда, хотя в последнем, в последнем календаре от Cold Beauty, если вы не смотрели тот ролик, посмотрите его на канале, он тоже там уже такой, ну как бы не самые вот прям классные там бренды, но все равно более интересные. А здесь какая-то вот серединка наполовинку, вроде что-то новое и такое забавное было, а вроде как бы и как будто вот некоторые средства, некоторые продукты, прям они сидели и такие, ну ладно, ну что там вот у нас на складе-то, очередная коробка с чем завалялась, давайте вот сейчас ее тут распихаем по всем адвентам. Ну, в общем, у меня такое впечатление возникло, напишите, пожалуйста, возникло ли оно у вас. Но в любом случае это было полезно и интересно, и я считаю, один из наших традиционных адвентов. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Я вам сегодня желаю прекрасного настроения. Если у вас сегодня будет возникать чувство дежавю, пусть оно будет только самым приятным, чтобы оно вам приносило настоящее удовольствие. До скорых встреч на моем канале, и всем пока, до встречи в следующих видео.